Русские, смотрите, что у меня есть. И что интересно, во всех магазинах в неограниченном количестве. Я понимаю, что это для вас сейчас все равно, что OnlyFans. Простите, просто очень люблю омлет с утра. Дорогой, приготовишь? Добавь еще сюда десяточек, чтобы на всю команду хватило. А в России утром люди любят постоять в очереди за яйцами. Очередь не закончилась. Вот она идет туда-туда-туда. Даже не знаю, где конец. Вот она, величие в обмен на яйца. Сначала ты лишаешься своих яиц, потом куриных. Эти слова нужно внести в новый российский гимн. И вообще, я не понимаю, почему в Ракостане такие проблемы с яйцами. Там же курица на гербе. В России начали ограничивать продажу яиц в одни руки. Началось все в Белгородской области. Там разрешили продавать максимум по два десятка на раз. Продуктовый дефицит, непростое украшение. Россияне, я вам покажу, что нужно сделать, чтобы не голодать. Видите? Вот это Путин. Ставите его перед собой и... Вот так, чтобы от него только сопли остались. Ну, еще, как вариант, можно сварить вкрутую. Или пожарить. На крайний случай, можно взбить омлет. Как говорится, Путин пошет на... Вот как тебе так удалось? Как тебе так удалось? Но, видимо, Холопов на болотах все устраивает. Поэтому еб***ый дед скромно объявил, что идет на выборы. Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших посоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. Потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению, мы получили на свободу право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время, разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно признать решение. Я буду баллотироваться в должность президента Российской Федерации. Б***ь. Что это вообще было? Знаете, кто уговаривал Путина пойти в президенты? Жога. Этот человек – отец друга Моторолы. Уровень п***ц. Так же любой анекдот начинается. Приходит как-то Жога к Путину и говорит. Вы решили именно спросить его или как-то подтолкнуть? Ну, спросить и еще раз повторяю. Передать просьбу всех наших жителей, всех, кого я знаю, просьбу, чтобы он принял участие в выборах президента Российской Федерации. Ах, чушь, вообще в президента идти не хотел. Говорит, все, я устал, вы тут сами разбирайтесь, а я поеду в тайгу грибочки собирать и пихту заваривать. А тут Жога со своим красноречием. И Путин, чушь, твою мать, придется русских еще шесть лет опускать и в местные штурмы отправлять. Ранее стало известно, что в одной из военных частей, которая расположена в аннексированном Донецке, командир привязывает солдат к дереву за отказ ехать на передовую. Так как Путин совершенно случайно выдвинулся в главные вертухаи России, то главные жополизы России тоже совершенно случайно сразу же записали обращение к Святой Залупе. Поддерживаем, мол, царя-батюшку челом бьем. 17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации, в которых будет участвовать среди кандидатов, в том числе и действующий президент наш Владимир Владимирович Путин, чему я лично очень рад и голосую за него двумя руками. Я за Владимира Путина, за продолжение его руководства нашей страной и считаю, что за последние сто с лишним лет это лучший руководитель нашего государства. Здоровья ему, добра, процветания и победы на президентских выборах. Дмитрий Певцов. Я очень рада, что Владимир Владимирович объявил о своем решении баллотироваться на пост президента на этих выборах, потому что я не знаю, кто бы мог так руководить страной, как руководит ей Путин. С таким лидером нас ждет только победа. Мне СБУ передало уникальную запись Вики Цыгановой. Неудавшиеся дубли ее обращения в поддержку Путина. Путина не выбирают, с ним живут и умирают. Вот надо что-то такое, Владимир Владимирович, вот что-то этакое записать. Потому что поздравления после Пескова и Машкова, ну не знаю, что придумать. Их хер обскочешь, так глубоко заглатывают. Вот, я не хочу придумать. Русская водка, что ты напарила, русская водка, ты меня скупила. Владимир Владимирович, а хотите трахаться? Да не, ну куда же трахаться? У него же там USB кабель давно. Можно? Можно, да? Владимир Владимирович, а вот хотите, я вам кровяночки поджарю? А вы за это в президенты пойдете? Правда? Владимир Владимирович, дорогой наш любимый христоносец, рептилодобрец, скрипоносец от лица всего христианского караоке. Я прошу вас, Владимир Владимирович, станьте нашим королем. ТАРА 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 Т Где? Вот Цискоридзе, этот брейк-дансер на минималках в Лосинах поставили главным в Большой театр. Машкова, этого худруком театра Табакова в Тулине. А он, кстати, между прочим, шла играл. Певцов, певцов вообще сделали депутатом. А я? Я всю жизнь пою про Россию, про водку, про черный хлеб, про селедку, про Вагнер. И какая благодарность, а? Владимир Владимирович, вот какая! Ой, да не пш, а! Потому что гандон ты, Путин, понял? Гандон! Вова, ты что, стрим вел? В прямом эфире? Ёханый папай! Владимир Владимирович, все, что вы сейчас видели, это спецоперация СБУ и Ми-6. Это дипфейк. Вы представляете, какие они подлые нацисты, а? Взяли мой рот, и вот мой красивейший рот, вот эту всю гадость в него вложили. Владимир Владимирович, честно, вы не гандон. Вы, вы, вы лучше, вы надежнее, вы не порветесь и никакую заразу никогда не пропустите. Горько! Или что говорить в конце? Будьте! Все! Все, собрались! Путина не выбирают. С ним живут и умирают. За Путина! Ох, пш, мне пш надо! Никаких лишних слов, только сенсации. Навка изменяет Пескову со Стекловым, потому что он более горячий. А в России хотят вернуть смертную казнь. Поехали! У нас самая беда на сегодня, ну или проблема, беда, проблема, это те внутренние враги, которые есть. Сегодня более 70 случаев, когда поджогов релейных шкафов на железных дорогах. Я с коллегами разговариваю, которые в погонах ходят. Мужики, ну а вот как? Они говорят, очень просто. Посмотрите, как все происходит в республике Беларусь. Там, первое, смертная казнь. Второе, там при попытке поджога релейного шкафа, двоих просто на месте радостно завалили. Сука. Это вот пример, знаете, таких неприятных вонючих мужиков, которые к вам в купе подсаживаются. И еще что-то там мурчат. Именно такое ебало и должно пропагандировать в России смертную казнь. Этот же персонаж уже давно предлагает вести репрессии. Ну, типа как при Сталине. Пора вводить понятие враг народа. Не надо это стесняться. Враги есть, понятия нет. Причем не только там, которые дебильные приказы отдают. Но в том числе здесь, на гражданке, про все мы говорили. Все эти ждуны составляют на сволочь, которые в наличии имеются. Мы чего стесняемся? Они говорят, ты хочешь в Сталинских репрессий? Я хочу. Я хочу, при том, что мой дед 9 лет отсидел. О чем это говорит? О том, что партизанское движение на болотах нарастает. Надеюсь, скоро будут взрываться не только релейные шкафы и туннели. Но и п***ки в Кремле. А путинский электорат, который перед телевизором сидит и головой кивает. Да-да, надо к стенке всех иноагентов и продавцов сникерсов. Ох, как сильно. Недооценивает ситуацию. Если ватники думают, что расстрелы коснутся только нацпредателей, то они очень плохо знают историю своей недоимперии. Если в России начинаются расстрелы, то в итоге расстреливают даже тех, кто начинал расстрелы. Пропагандисты обиделись на слова экс-министра иностранных дел Британии Филиппа Хэммонда, который рассказал, как Лавров ведет переговоры. Оказалось, Лавров, когда хочет доказать свою правоту, угрожает и рычит. Такие новости приходят из Великой Некогда Британии. Оказывается, сообщает нам бывший министр иностранных дел Хэммонд Сергей Викторович. Лавров иногда, когда убеждает своих оппонентов, в чем-то рычит. Лавров агрессор, причем он запугивает физически. Он подходит к вам плотною. Он очень крупный мужчина и просто повторяет свою позицию и рычит на вас. Лошадь, которая хочет казаться тигром. Рычащий Лавров. Класс. Просто представьте, как это выглядит. Может, у Лаврова просто бешенство? Залезался где-то в подворотне с дворовой собакой и поехал на J-20. А что делают с бешеными собаками и загнанными конями? Правильно. Так что в эфир Первого канала прискакала ночная бабочка Захарова и стала оправдывать своего кусючего шефа. Вот можно сделать крупнее. Посмотрите, слева от Сергея Викторовича как раз стоит этот самый Хэммонд. Он тогда был министром иностранных дел. Они примерно одинакового роста и комплекция у них примерно идентичная. Вот вам моментальное доказательство вранья. Тут же, вот здесь же, сейчас. Прямо на полном серьезе доказательства предоставляют пи***ец. Ну тогда точно неправда. Если российский МИД предоставляет какие-то доказательства, то это на 100% все наоборот. В составе полученных нами документов по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла или тучих мышей, которые могут рассматриваться в качестве средств доставки. Да что ты, черт побери, такое несешь? А сейчас премия Дарвина от оккупантов. Сидели значторки в блиндаже, слушали Газманова, пили водочку, намрадеренную в магазинах. И тут один из освободителей решил показать фокус с гранатой. Фокус удался. Четыре отлетели в собачий рай, еще четверо пока на пороге между мирами. Четыре тела выносим, по очереди, четыре тела выносим. Выносим, 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 сказал по одному. Такие приколы нам нравятся. Но сейчас будет прикол, от которого вы просто дадите ею. Чтоб вы просто понимали, что происходит в России, какие дискуссии ведутся на центральном телевидении. И тогда вы заговорили про инопланетян, помните? Конечно. Но недавно я услышал про инопланетян уже совсем не от вас, а с самых высоких мировых трибун в американском конгрессе. Вот чуть ли не окружение Джо Байдена, президента, стали говорить тоже ровно про это, про инопланетян, про их нашествие. Что думаете про это? Что я могу думать? Есть разные цивилизации, их огромное количество. И есть те цивилизации, которые за нас, которые нам помогают, поверьте, которые наблюдают за нами. И мы их создание. И нас так много ждет раскрытий во благо людям. Ну, это только не инопланетяне, это ангелы в Царстве Небесное. Можно говорить как угодно, это высшие цивилизации. Это те цивилизации, которые живут от нас на миллионы лет вперед. Кать, вы тогда рассказывали про это, вы поймите, я ведь не смеюсь совсем над этим, я не думаю, что это какое-то безумие. Я, по-моему, серьезно, и тогда вам стал про это отвечать. И сейчас, потому что, мне кажется, это совсем не шутки, это серьезные и известные, на самом деле, наши церкви, такое духовное искушение от лукавого. Ой, какой трэш. Рептилоиды против архангелов. Причем тот, кто за архангелов, уверяет, что инопланетяне, это невозможно. А архангелы – это железно проверенная информация. Вот такие прям с мечами в римских юбочках. И младенцы с луками – это не бред. Разговор больного с умолешенным. Я ни в коем случае не хочу оскорбить чувства верующих в инопланетян и архангелов. Просто об этом рассуждают в эфире государственного телеканала Синицын из Кадетства и женщина, которая поет песню «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага». Патриарх Гундяев заснул под уфошкой и перегрелся. Этот черт в рясе уже совсем россиян задолбушку принимает. Ну вот мы живем все-таки, несмотря на скорби, который существует, мы живем в благополучное время. Но это благополучие не должно нас отдалять от Бога. А наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день. Не, реально, сейчас самое благополучное время в России. Война, дефицит продуктов – супер. На Пасху будут красить голубиные яйца. И то за это могут арестовать за пропаганду ЛГБТ. Благодарить Господа за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал пять. Может, чуть больше. А ведь все остальные не являются реально свободными. Мы живем в реально свободной стране. Я даже знаю эти пять стран. КНДР, Иран, Венесуэла, Беларусь и Московия. Пи***ц. Он реально это говорит и даже не ржет. Может, это Луиси Кей приодетый? Или Батрудинов? Батруха, ты? Мочешь классно. Молодец. Да ну нахер. Отец! А в это время в самой свободной стране мира в тюрьме пропал Навальный. Б***ь. Он уже в тюрьме сидел и там пропал. Батруха, Батруха, Батруха. Все пропало. Запад нас сливает. Сдаемся. Все. Капут. Собираем чемоданы и текаем на полюс. Сколько за последнее время вот такой херни несется в нашем информационном пространстве? Откуда это все? И, естественно, из Клоаки. Зеленского в США стало слишком уж много, причем настолько, что республиканцы обещают некую перезагрузку отношений с Украиной в случае своей победы на промежуточных выборах в Конгрессе. Финансовой помощи Киеву в следующем году при новой власти может стать меньше. Да, США действительно тормозит с выделением финансовой поддержки. Да, у них там политические баталии почти как у нас в 2004-м. Да, там американский Янукович рвется ко власти. Что плохого, что я поддерживал? Скажите, что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? Но это никоим образом не отменяет того, что США наш союзник. Большинство граждан Соединенных Штатов Америки поддерживают помощь Украине. Часть из них за увеличение этой помощи. А значит, политикам придется прислушаться к мнению большинства. Это в залупии. Как царь сказал, так и будет. А в Америке демократия. Так что прекратили истерить. Запомните, США это оплот капитализма. Из 60 миллиардов, которые должны выделить Украине, 50 останется в Америке. И будет вложено в американское производство. Вы думаете, они от такого откажутся? И перед выборами лишат тысячи людей работы, а крупный бизнес прибыли? Ну, тогда вы классический зритель канала «Россия-24». Владимир Владимирович, я вас лично очень люблю. И хочу, чтобы вы нам прислали свой портрет с автографом. Потому что мы, отряды Путина, очень вас уважаем. Вы самый лучший президент в мире. Даже если Трампа или Байдена чипирует Михалков и заставит заморозить любую поддержку... Прививка, в нашем понимании, это чипирование. Я вакцинировался, потому что я почувствовал, что я теряю бдительность. То Европа все равно останется нашим союзником. Шольц заявил, что Германия, несмотря ни на что, будет поддерживать Украину и в 2024 году. В два раза увеличит нам помощь. Шольц, друзья. Тот самый Шольц. Дядько Мэм. Даже его русские за***ли до невозможности. Новый польский премьер Туск в первый же день на посту призвал мобилизироваться Европу для поддержки Украины. Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море. Похоже, это на усталость. Х*** там. Скорее, Скобееву станет пи***ть. А это практически невозможно. Очередную партию западного оружия накануне уничтожили российские ВКС. Ракетный удар был нанесен по отделению новой почты в городе Харьков. На Украине в этой связи страшный визг. Мол, это же просто почта. На этих кадрах то, что было уничтожено. Смотрите внимательно. В грузовиках спрятаны не письма. Спрятаны иностранные БМП. Самое интересное, что пугалку про якобы усталость Запада раскручивают сами западные СМИ. И многие из них довольно авторитетные. Россия непобедима, шансов нет. Путин почти человек года, что п***ц, конечно, максимальный. Внутри Украины конфликт, разногласия. Залужного снимают, клиент уезжает, Байден все пропало. Сырский это вообще кот, Ермак зеленый кардинал. А давайте просто послушаем министра обороны Украины Умирова. Добрый день, Дарья, кінче суспільное мовление. Питание до Ростема Умирова. Пане министре, скажите, какие кадровые изменения планируются в командовании СМИ? Чи планируется все-таки відставка головнокомандующего Валерия Залужного и командующего объединенных сил Сергея Анаева? Чи вносили ви такие подания? Питание так не стоит. Я знаю, его рассказывают и внутренне, и внешне. Мы сегодня были вместе с Лавкомом, вітали командующего СМИ. Поэтому я всегда жартую на это вопрос с Валери Фердоровичем. Кажу, в этот раз кто звольняет тебя? В этом плане я всегда открытый. Если есть такие вопросы, я буду сообщать. Негайных таких вопросов нет. На Западе все прекрасно понимают. Либо Украина победит Россию, и на болотах минимум происходит смена режима, либо Западу придется делать это своими руками, своими ногами, своей кровью. И все бы ничего. До Гуки заложили под мост 2 кило пластида. И как раз, когда паровозик переезжал через реку... Все все понимают. Поэтому и Таурусы приедут, и Томогавки, если нужно. И главное, чтобы нам дали добро использовать все это по территории России, ну и Беларуси, с которой осуществляется атака на наши города. Потому что это очень странная война. Орки могут на нас напасть откуда угодно, включая Беларусь. А мы можем наступать только по определенным направлениям. Сунь-Зы тут бы еб***ься. Нужно разбить этот парадокс. Русские обстреливают Харьков, Киев с территории России. А мы в ответ не можем нанести удар и уничтожить пусковые установки. Что это вообще за п***ец? Мы вышли на ринг с одной завязанной рукой. И кто-то еще на Западе возмущается, что Украина недостаточно удачно наступает. А вы только представьте, если бы ВСУ могли наступать через территорию России. И оркам пришлось бы растягивать свою армию, как и нам, по всей границе. Потому что был бы риск потери Белгорода, Брянска и кое-чего покрупнее. Не забудьте помочь нам донатом. В описании к этому видео есть все способы стать нашим патроном и спонсором того, что мы делаем. Спасибо, котики. Целую всех тех, кто нам помогает. Вечер с Яниной продолжается, поэтому переходим по этому видео и продолжаем троллить орков. Хм, прикольно. Троллить орков — это как эльпить гномов. До встречи. Слава Украине, слава ВСУ.